Несколько часов назад закончился досрочный гэп по математике, а это значит, что самое время разобрать по горячим следам задачки. Речь, конечно же, пойдет о задачах второй части, и вот первая из них. Наша цель — решить уравнение, а затем отобрать корни из указанного отрезка. Все как обычно, поехали! С левой части уравнения, которую я сейчас перепишу, можно было бы работать по-разному, но рано или поздно, вероятнее всего, вы придете к биквадратному уравнению. Я это сделаю так. Домножу обе части на 3 в степени х. Сами посудите, это выражение всегда больше нуля. Смело можно домножать. Напомню, что при перемножении степеней с одинаковыми основаниями степени складываются. Это свойство позволяет преобразовать 3 в степени х плюс 2 в виде произведения. Будет 36 на 3 в степени х, даже 2х, потому что было домножение, помните? В последнем слагаемом после умножения даже степени перемены не будет, просто число. Делаем замену, чтобы было меньше писанины, и получаем квадратное уравнение. Ну, ребят, не мне вас учить, как такое дело решается. Находим корни, т равно 9, или т равно 27. Сейчас я это запишу в совокупности, а затем мы вспомним, что такое-то. А вон оно, 3 в степени 2х. Ну что же, получаем два легеньких показательных уравнения. С ними тоже нет никаких проблем. Х равен либо единице, либо 1,5. Ну что ж, уравнение мы решили. Один балл заслуженный получили. Чтобы заработать второй, нужно правильно и обоснованно отобрать корни. По условию был дан отрезочек. От лагрифма 4 по основанию 7 до лагрифма 16 по основанию 7. А корни-то наши дубовые получились единичка и полтора. Ну что ж, с единичкой кажется все понятно. Она больше лагрифма 4 по основанию 7, в то же время меньше лагрифма 16 по основанию 7. Чтобы уж совсем формально это показать, давайте запишем единичку в виде лагрифма 7 по основанию 7. Стоит отметить, что лагрифм по основанию больше единицы, как у нас, кстати, с вами, является функцией, возрастающей на всей области определения. То есть большему значению x соответствует большее значение y. Это объясняет то, что единичка нам вполне годится. Со вторым корнем чуть-чуть поинтереснее. Я его предпочел записать, ну, конечно же, в виде лагрифма по основанию 7. И получился у него аргумент в конечном счете корень из 343. А вам не кажется, что он перескочит лагрифм 16 по основанию 7? Ведь 16 – это корень из 256, что меньше корня из 343. Ну что ж, для второго корня такая формализация, или любая другая верность из способов масса, конечно же, нужна, трудно предсказать, внутри он или снаружи. Ну а сейчас уже все понятно, и можно писать ответ. Если вы не забыли, то пунктом А просили решить уравнение. У нас два корня получилось, единица, и 1,5. Притом единичка оказалась внутри отрезка пункта В, а полтора нет. Ну что ж, задачка решена, и все, кто ее осилил, большие молодцы.